Хабаровчане, болельщики нашего Амура и все те, кто истосковался по рядовым баталиям, привет! Меня зовут Иван Вербицкий, со мной очаровательная Юлия Кабакова, вы смотрите программу про хоккей на Дальтовой ТНТ. Сегодня 26 августа, а значит, Вань, совсем скоро наша команда выйдет на хорватский лед и сразится с медвежчиком, таким образом начав 8 сезон КХЛ. Чего ждать от Амура в ближайшее время? Именно этот вопрос мы задали тем, кто не понаслышке знает, что такое хоккей. Молодая, амбициозная, обновленная. Наша команда. Товарищеские встречи в рамках предсезонных сборов завершены, итоги подведены, выводы сделаны. К слову, общая картина перед важным стартом выглядит довольно оптимистично. В четырех играх на чешском льду хоккеисты Амура победили трижды. Что будет дальше? Состав обновили полностью практически. Тренерский штаб и, соответственно, поменяется и стиль игры ребят. Ну, настрой, наверное, какой-то будет уже боевой, ну, не как в том году. Прежде всего, борьба характеров может быть. И с другой стороны хотят выиграть, и наши игроки. Поэтому здесь кто больше настроится, кто больше хочет, кто-то выиграет. Дима Тарасов, я думаю, что сыграет на своем уровне. У него уровень не падает на своем постоянном. То есть плохо он не играет никогда. У нас как молодые игроки из Адмирала, также еще есть молодые игроки, остались еще с прошлого сезона. Тоже Башкиров, Железнов. Я вот очень на них рассчитываю в этом сезоне, особенно на Башкирова. Башкирову надо выстреливать, показывать себя. И если он в первых матчах себя покажет, я думаю, у него пойдет все по накатанной. Команда обретает уверенность, обретает психологию победителей. То есть очень много матчей проходит в упорной, интересной борьбе. Ну и самое важное, что еще и видно рисунок игры, что как раз характерно для главного тренера Сергея Шепелева. Это очень импонирует лично мне, но я думаю, что и понравится нашим болельщикам. Что ж, с такими прогнозами грех не верить в хабаровскую команду. А значит, еще поболеем. Пока всем нам остается в предвкушении волноваться в ожидании первого матча обновленного Амура, я предлагаю поговорить о том, что уже свершилось. Буквально на днях наша молодежная команда «Амурские тигры» вернулась из Тупина. Причем не с пустыми руками наши парни завоевали свой первый трофей. О том, как это было, узнаем из первых уст. Три из трех. На прошедшем турнире в Ступина Амурские тигры не оставили шансов своим соперникам, одержав победу во всех встречах. Сначала под натиском не устояли питерские армейцы, вслед за ними поражение потерпели сахалинские акулы и электростальский кристалл. Тем не менее, путь к триумфу нашей молодежной команды был отнюдь нелегким. В первых играх предсезонья хабаровчане стартовали не с самой высокой ноты. Проиграли первую игру 3-9. Начали очень плохо. Все игры начинали очень плохо. Пропускали первые шайбы. А потом начинали уже отыгрываться. Так же, как вот с аквантами, пропустили первые и отыгрываться начали. И на турнире тоже. На турнире нам больше повезло. Выиграли по буллитам две игры первые. И третью игру в основное время. По словам хоккеистов, наиболее напряженным оказался матч второго тура. Что, в общем-то, вполне объяснимо. Принципиальный соперник – команда из Южно-Сахалинска. Поскольку соперники не сумели выяснить, кто сильнее в основное время, точки над «и» расставилась серия буллитов. Здесь началась проверка не только физического мастерства, но и моральной выдержки. Чтобы выявить победителя каждой команде, потребовалось по 9 попыток. С начала сезона много не получается. То есть, как бы они не психанули, не сорвались. То есть, дело доводили до конца. То есть, мы им подсказывали, что, ребят, это пока... Ну, все без ошибок. Ну, с ошибок все начинается. Без ошибок не будет. То есть, потом все придет в норму, если будете стараться. Выбиваемся, чтобы боеспособный коллектив был. Ну, естественно, чтобы победы были. А как будет, это сезон пока. Сейчас, вернувшись домой, хабаровщане продолжают подготовку к сезону молодежной хоккейной лиги. Завоеванный трофей на турнире в Ступино – это, конечно, престижно, но отдыхать некогда. Конечно, хочется попасть в первую команду, в сборную и так далее. И пока в первую команду все достают попасть и играть тут хорошо. В сезон «Амурские тигры» начнут 2 сентября. На выезде соперниками хабаровских хоккеистов вновь станут сахалинские акулы. Талантлив, молод, трудолюбив. Как и большинство его сверстников, в юности Евгений Грачев увлекался сразу несколькими видами спорта. Но, как показало время, да и рассказывал сам хабаровчанин, наиболее интересным для него стал именно хоккей. Продолжение интервью с нападающим Амура прямо сейчас на ваших экранах. Как известно, чем лучше проявишь себя в игре, тем больше шансов, что тебя заметят. Вот и прежде, как только кто-то из юных хоккеистов показывал даже малую толику таланта, его тут же забирали на запад в школы больших клубов. То же случилось и с нашим самородком. Евгений отправился в Ярославский локомотив. В 13 лет уехал из Хабаровска. Но все равно знали, что на Западе все-таки развиты не то чтобы школы, а больше чемпионаты детские. Тот же и чемпионат Москвы, и Урал, и все такое. Не сложно было, что-то на базе весело, много народу. Есть же коктейль, чуть постарше, чуть помладше. Так что не сильно сложно было. В Ярославле Грачев приглянулся тренером юниорской, а потом и молодежной сборной страны. На двух чемпионатах мира Евгений успел сразиться с несколькими бриллиантами, которые теперь сверкают в НХЛ. После Грачев уже сам засветился за океаном, затем играл в Адмирали, все в том же локомотиве и в конце концов вернулся в родные пенаты. Здесь его встретили не только радушные болельщики, но и знаменитый хабаровский климат. Летом очень жарко, зимой очень холодно. Но самое главное, много солнца в Хабаровске. Это, мне кажется, помогает жить. Летом вот приехали мы, мошки много было, в Ярославле нет мошки. Такой бешеной. Ну и, наверное, жара, духота здесь тоже летом. Я уже и забыл все такое. Преодолевать сложности это в духе Евгения Грачева. И мы надеемся, что Хабаровск станет тем городом, где Евгений вновь засияет на льду. Я и партнеры мои ждем побед. Молодая, хорошая команда, боевая. Будем выходить, биться каждую игру, делать все, чтобы выиграть каждый матч. Для этого нам нужна будет поддержка болельщиков. А мы, как я сказал, в свою очередь будем отдаваться полностью игре. А что вы, болельщики, сидите? Вперед за абонементами, да билетами. Надо поддержать земляка. Вы знаете, постоянно перед первым домашним матчем много разговоров, всяческих аналитик и так далее. Мы решили сегодня много не говорить. 5 сентября, Платинум Арена, Амур Адмирал. Ждем всех. И болеем за наших. Это был про хоккей. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова